ОСТРОВ НАШЕГО Я Когда мы возвращаемся к себе домой, мы можем расслабиться, распустить волосы и быть такими, какие мы есть на самом деле. Мы ощущаем тепло, комфорт, безопасность и удовлетворение. Наш дом – то место, где исчезает одиночество. Но где на самом деле находится наш дом? Наш настоящий дом – это то, что Будда называл ОСТРОВОМ НАШЕГО Я. Это тихое и умиротворенное место внутри нас. Часто мы его даже не замечаем, мы даже не понимаем, где находимся, потому что окружающее нас внешнее пространство и наше внутреннее пространство заполнены шумом. Для того, чтобы отыскать ОСТРОВ НАШЕГО Я, нам нужна тишина. Каждый раз, когда вы испытываете дискомфорт, возбуждение, печаль, страх или тревогу, вам следует применять осознанное дыхание, чтобы вернуться назад к себе на ваш остров осознанности. Если вы регулярно практикуете осознанность, когда не испытываете жизненные трудности, то легче и непринужденнее найдете безопасное место внутри себя, столкнувшись с настоящими проблемами. Вам повезло. Вы владеете практикой осознанности. Поэтому не уставайте использовать ее для того, чтобы укрепить вашу связь со своим внутренним домом. Для того, чтобы отправиться на остров своего «Я», не ждите удара гигантской волны. Тренируйте возвращение в себя как можно чаще, осознанно проживая даже самые обычные моменты жизни. И когда в вашу жизнь с неизбежностью ворвутся трудности, вы легко и естественно вернетесь в свой внутренний дом. Ходьба, дыхание, медитация, прием пищи и чаепитие в осознанности – все это предоставляет вам конкретные возможности для возвращения в себя по многу раз в день. В вас живет зерно осознанности. Оно всегда остается внутри вас. Вы всегда можете управлять своими вдохами и выдохами. Внутри вас есть остров вашего «Я». Умение находить для себя убежище на этом острове через осознанность дается с ежедневной практикой. Субтитры создавал DimaTorzok